Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geeksputnik.tv Сегодня у нас будет очень интересный и полезный эпизод Поэтому обязательно посмотрите и не пропустите Я думаю, что очень многим из вас будет эта информация полезна Но перед тем, как мы перейдем к эпизоду Я хочу обязательно поблагодарить всех, кто уже нас поддержал в нашем проекте для поездки на CES Мы собираемся поехать на CES, для тех, кто не знает И делаем сейчас небольшой фандрейзер, в котором вы нам можете помочь Если вы не знаете, о чем я говорю, или хотите узнать больше информации Хотите узнать, как вы можете нам помочь Пройдите вот, где-то у меня здесь будет ссылка Ну и обязательно под видео, конечно, будет ссылка Нажмите, посмотрите видео, вы узнаете всю информацию Ладно, а теперь давайте перейдем к самому эпизоду Многие, у кого есть iOS-девайсы, знают, насколько это удобно Что можно просто с iOS-девайс любое видео перекинуть на большой экран вашего телевизора Или просто сделать зеркальное отражение вашего девайса на экране телевизора Это очень удобно и хотелось бы сделать одно и то же с нашими компьютерами Так вот, для тех, кому повезло и у них Macintosh достаточно новый То есть, который был куплен в 2012 году Во второй половине 2012 года Вы можете спокойно это сделать через эту новую фичу, которая есть в Mountain Line Ну а для всех остальных, например, как я, у кого я немножко постарею компьютер Или кто сидит на Windows, для этого тоже есть решение Ну а решить эту проблему можно с помощью программы, которая называется AirPair Вы сейчас ее видите на экране здесь А AirPair достаточно удобная программка, которая позволит вам сделать практически то, что вам позволяет делать AirPlay на OS X И еще даже немножко больше, я бы даже сказал Давайте посмотрим, вот как бы она у меня уже включена Выглядит она вот так вот У вас написано здесь все девайсы, которые у вас бы были включены И разные выборы Или вы можете, то есть, делать AirPlay для специальной какой-то программы Если у вас больше, чем одна программа открыта И вы хотите только эту программу показывать на AirPlay Или вы можете сделать Mirroring, то есть, сделать зеркальное отражение Или Extended Display, это использовать экран вашего телевизора Или любого другого экрана, которому подключен Apple TV Как второй экран А все это делается через, как бы, ваш network, вашу домашнюю сеть Может работать через Wi-Fi Или, как в моем случае, у меня, конечно, все подключено через Ethernet То есть, через кабель Конечно, подключая все через кабель, у вас будет немножко лучше качество Но через Wi-Fi работать это тоже будет Ну и давайте посмотрим первый пример Сейчас я это сбрасываю на Apple TV А экран включился И также включился экран на моем телевизоре А сейчас мы используем телевизор как второй экран То есть, я могу туда переносить окошко Но давайте сначала посмотрим Во-первых, если вы видите, у меня на экране Немножко выглядит картинка немножко меньше Все это можно исправить здесь в Preferences Просто спускаем Underscan на 0 Это контролирует размер экрана Мы это спускаем на 0% Видеоквалди сейчас у нас стоит на High Чем выше вы поднимаете видеоквалди Тем, конечно, будет немножко медленнее картинка Все зависит от скорости вашей сети, домашней сети И, конечно, у вас есть Frame Rate Это как быстро у вас меняется кадр В нашем случае это 60 Вполне может быть, после 30 это будет выглядеть ничем не хуже Ну, вот мы сейчас оставим вот такие вот функции Мы нажмем Done И я вам покажу, как это работает Ну, сначала я вам покажу самый простой, наверное, выбор Это просто Display Mirroring Это все то, что вы сейчас видите на этом экране У меня здесь, как он только включится Будет происходить и на экране моего телевизора Есть небольшой лаг То есть, немножко он задерживается, но совсем не страшно Все зависит будет от того, насколько у вас быстрый компьютер И насколько быстрая у вас сеть Вы сможете в настройках настроить так, чтобы было оптимально для вашей обстановки Как вы видите, вот все то, что я делаю Все это сейчас работает через AirPlay Могу вам здесь включить небольшое видео, просто как пример Скажем, мы его сразу перемотаем Качество картинки даже очень приличное Я сейчас на обоих экранах вижу одну и ту же картинку То есть, это достаточно работает нормально Опять же, это вам не даст, наверное, самое высокое качество фильма Если вы хотите смотреть там в очень высоком качестве HD-фильмы Но для обычного просмотра, скажем, какого-то интернет-контента Который вы хотите с компьютера сбросить на телевизор Который, скажем, находится в другой комнате Или находится на другом этаже вашего дома И вы хотите это сделать через AirPlay Это будет работать так же хорошо, как это работает с iOS-девайсом Теперь давайте посмотрим другой пример Сейчас я выключу эту картинку Другой пример у нас тот, который я хотел показать Это Extended Desktop То есть, это использовать второй экран как второй дисплей Сейчас я возьму вот это окошко и его передвину на другой дисплей Как вы видите, есть небольшой лайк, когда я двигаю Если вы сейчас замените, вот, например, как мы решили эту проблему с лайком Особенно, если вы не смотрите фильм И вас не очень волнует качество картинки Конечно, всегда можно спустить немножко ниже качество Сделать немножко пониже Refresh Rate Нажимаем Done И, как вы замечаете, сейчас лайк стал немножко поменьше Окей Опять же, вот мы используем это как второй экран Это очень удобно для презентации Скажем, если вы хотите вести какую-то презентацию Потому что в этой ситуации вы не только Можете показывать весь свой экран Если вы хотите людям показать, например, в презентации Там, скажем, только Microsoft Office В этом случае мы будем говорить о Safari А потому что он у меня открытый Я могу нажать на значок Safari И будет видно только Safari И ничего другого То, что находится сзади этой программы Поэтому удобно Если вы хотите провести презентацию Вы можете прийти своим лаптопом Если в том офисе есть Apple TV Это очень удобно Вы можете прийти к Wi-Fi И сделать всю презентацию Без того, чтобы приходилось подключать физический компьютер Скажем, к проектору Или к любому другому аппарату А теперь давайте поговорим о плюсах и минусах этой программы Плюс у этой программы Это то, что работает все достаточно хорошо Работает все достаточно быстро И в хорошем качестве Опять же, зависит от вашего компьютера От вашей домашней сети И дает вам больше функциональности Чем, скажем, тот же AirPlay Который уже идет вместе с Mountain Lion Еще один большой плюс Это то, что работать это будет Кроме того, что не только на Macintosh А также и на Windows Ну и, конечно, если у вас Macintosh старее Чем в 2012 года Тогда AirPlay у вас работать так не будет И, опять же, эта программа решит вам эту проблему Минус этой программы Что качество немножко все-таки хуже Чем AirPlay, который идет с Mountain Lion И то, что эта программа стоит 10 долларов Но, честно вам сказать, 10 долларов она стоит Если у вас есть вот такая же проблема, как у меня Что телевизор может находиться где-то далеко И не хочется к нему тащить HDMI кабель Это решит вашу проблему Особенно, если у вас лаптап и вообще выносите по всему дому И хотите периодически что-то с компьютера Проигрывать у вас на телевизоре, к которому подключен Apple TV Так что это был AirParrot Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно Ссылку я обязательно оставлю под видео Как обычно, не забывайте оставлять нам лайки Оставляйте ваши комменты И обязательно подписывайтесь И, опять же, хочу напомнить Если мы собираемся ехать на CS Нам нужна ваша помощь Зайдите по ссылке, посмотрите, о чем это И, надеюсь, что увидимся с вами на CS Всем пока, до следующего эпизода